Вот и отгримел запуск фреш серверов по New World, который состоялся 2 ноября. Событие оказалось, мягко говоря, очень помпезным и интересным, ведь на него обратило внимание огромное количество игроков. Как разворачивались события, сколько серверов открыли разработчики, какой онлайн в New World на текущий момент, и какие отзывы в Steam, а также на различных прямых трансляциях. Обо всем об этом мы поговорим буквально через минуту, но вначале небольшой спойлер. Амазон удалось действительно удивить. Но вначале мне бы хотелось вспомнить про моего постоянного спонсора. В лице него уже почти полгода выступает проект под названием Comeback.pv. Если вы про него не слышали, рассказываю. Comeback.pv это группа приватных серверов, посвященных классической версии небезызвестного Perfect World. До недавнего времени в руках проекта были сосредоточены 2 самые популярные версии. 1.3.6, аналог классики из World of Warcraft, и 1.4.6, аналог гнева Короля Лича. Тем не менее, команда разработки решила презентовать 20 ноября новый сервер в версии 1.4.6.x. X это не версия игры, а скорее название сервера, ведь по сути своей разработчики запускают первый сезонный сервер в истории Perfect World. Он просуществует целый год, и после этого завершится переносом персонажей на основной игровой мир. Но зачем тогда на нем играть? Все дело в том, что он получил название Марафонец, что в общем-то не случайно, ведь разработчики уже анонсировали призовой фонд в 1 миллион российских рублей. Гильдии, которые завоюют больше территорий по истечению года, а также 500 тысяч рублей на гонку уровней. И даже это еще не все. Кроме перечисленных призовых фондов, есть еще несколько, в которых вы тоже можете принять участие. В общем, если вы знакомы со вселенной Perfect World, и вы давно хотели поиграть с нуля на свежем сервере, это очень хороший выбор. В описании будет моя личная ссылка на камбэк ПВ. Регистрация по ней даст множество приятных бонусов и вам, и мне. Удачи! Итак, о том, что в ближайшем будущем нас ожидает запуск свежих серверов по New World, стало известно еще месяц назад. Также сложилось, что игроки этого MMORPG просили о перезапуске игровых миров практически с самого релиза New World, потому что уже тогда стало ясно, что в игре есть некоторые проблемы и некоторые сложности, которые было бы неплохо исправить, полностью перезапустив игру. Тогда разработчики на этот шаг не пошли, потому что у руля стоял крайне сомнительный генеральный директор. Однако спустя больше года они пошли на попятную и согласились, что запуск новых серверов, особенно учитывая, что само сообщество просит об этом, является не самой плохой идеей, что, собственно говоря, в итоге и произошло. Стоит заметить, что Amazon довольно тщательно готовились к этому событию и, в первую очередь, выпустили последнее обновление, а также тщательно протестировали его на игроках старых серверов, после чего провели отладку и исправили все имеющиеся проблемы, только после этого анонсировав точную дату запуска свежих игровых миров, а также время запуска самих серверов. Более того, еще за две недели до старта этих самых фрех серверов, разработчики заморочились и анонсировали ивент Return to Aternum. По сути своей, это событие, которое привлекает самых главных титанов медиа-индустрии к промоушену New World, кого-то за копейку, а кого-то просто по партнерской программе Amazon. На текущий момент Return to Aternum представлено четырьмя игровыми серверами, каждый из которых принадлежит группе из шести стримеров-блогеров. Каждая из команд состоит из трех медиа-титанов, вроде Азман Голда, и трех сокапитанов, маленьких блогеров, чей онлайн обычно составляет в районе тысячи или двух тысяч активных игроков. На этих игровых мирах они совместно со своими зрителями активно борются за специальные призы в специальных событиях, что привлекает довольно большое количество внимания к New World. Но давайте вернемся к самому запуску. Сам запуск состоялся 2-го числа, и к моменту релиза серверов было известно, что русскоязычное сообщество планирует врываться на Гавейн. Гавейн на тот момент был вторым сервером в списке после Артемиса, который открывался первым в 19.00 по московскому времени. А соответственно, у наших игроков была возможность посмотреть на то, как будет заполняться Артемис, и предположить, что будет ждать их непосредственно после выхода Гавейна. Стоит заметить, что мои первичные прогнозы, впрочем, как и прогнозы большинства блогеров New World, оправдались, и вместе с релизом Артемиса мы смогли увидеть очередь почти в 14 тысяч человек. Да, вы все правильно поняли. На первой игровой сервер отправилась игра 2500 человек, это вместимость этого проекта, и еще 14 тысяч стало сверху в очереди, что, как вы понимаете, довольно серьезно. Вместе с этим, Амазон начали разворачивать новые игровые миры. Они не стали дожидаться выхода Гавейна, а просто начали потихоньку запускать новые сервера. Именно об этом ваш покорный слуга и говорил в прошлых роликах на прошедшей неделе. Разработчики действительно сделали большие выводы, и в этот раз не стали выпускать сразу много серверов, а начали открывать их по необходимости. Благодаря этому, игроки смогли спокойно рассасываться по новым серверам еще до прихода Гавейна. Однако Гавейн это не спасло. Я скажу вам честно, вот от своего лица. Когда Гавейн запустился, я потратил приблизительно 30 секунд на то, чтобы создать персонажа, ввести его имя и зайти на сервер. И после этого я вляпался в очередь из 4000 человек. Нашлось 4000 человек, которые создали персонажа и ввели имя быстрее, чем за 30 секунд, и, соответственно, зашли на сервер раньше меня. Это абсолютно чудовищная ситуация. Тем не менее, стоять на Гавейне долго мне не пришлось. Я простоял всего лишь 3,5 часа, и уже ближе к полуночи игроки начали рассасываться, что в целом ожидаемо, потому что это все-таки будний день, люди начали расходиться по своим делам, кто спать, кто куда, у всех все-таки на утро дела, работы и так далее, а значит очереди начали проседать. Тем не менее, глобально Гавейн смог достигнуть пика в 8000 игроков, большая часть из которых, разумеется, русскоязычные. На текущий момент Гавейн практически полностью русифицирован, и можно сказать, что на нем примерно 95% русскоязычных пользователей, и 5% приходится на представителей других сегментов, в том числе и англоязычного. Таким образом, если вы еще не выбрали сервер для игры в New World, стоит обратить внимание как раз-таки на Гавейн, такая возможность на текущий момент есть. Здесь действительно организовалось огромное количество различных игроков и фракций, а также гильдии коллективов, плюс блогеров, а значит в целом здесь жить можно будет довольно комфортно. Но вернемся к нашему рассказу. К моменту релиза Гавейна было выпущено уже приблизительно 6 или 7 различных игровых миров, и после этого с задержкой в час запустился сервер Apophis, который я изначально хотел выбирать для себя как основной игровой мир. И знаете, я был очень сильно благодарен Cold Vision за то, что он выпустил свой ролик и призвал комьюнити идти на Гавейн, а не на Apophis. Потому что Apophis встал мгновенно в очередь в 15 тысяч человек, что является абсолютным рекордом для New World на текущий момент. Вернее, абсолютным рекордом для фрешей, но я думаю это не сильно важно. Такая ситуация сложилась из-за того, что Apophis попадает в европейский прайм. Проще говоря, люди вернулись с работы, спокойно пообедали, поужинали, сделали какие-то свои мелкие дела по дому, и вот как раз им сервер выкатили. Плюс туда пошла часть русскоязычных игроков, благодаря чему сейчас на Apophis примерно 40% пользователей говорят на русском. Остальные все-таки англоязычные игроки, поэтому сервер не до конца русифицирован, и учитывая количество англоязычных пользователей, которое увеличивается постепенно, можно предположить, что в перспективе Apophis станет все-таки полностью англоязычным. Однако вернемся к теме открытия серверов. Стоит заметить, что последним четвертым сервером, который должен был открываться в 22.00, была Клеопатра. И до Клеопатры было выпущено уже 15 игровых серверов. Последний игровой сервер, который открывался перед Клеопатрой, к сожалению, я не помню, какое у него название, уже не имел ни очередей, ни флоу онлайна. То есть, если зайти на сайт NVDB и посмотреть, какая, собственно, статистика у сервера, то можно было заметить, что там находилось около 500 активных игроков, и очередь составляла 0 человек. То есть, фактически, к выходу Клеопатры большинство пользователей уже рассосались по мирам, которые им были интересны, а, соответственно, Клеопатра, по идее, должна была быть пустой. И, кстати, в этот момент некоторые контент-мейкеры, в том числе и я, заговорили о том, что, возможно, стоило выбирать как раз-таки Клеопатру, как основной игровой мир, потому что все, кто хотели, разбежались по более ранним серверам. Но не тут-то было. Вместе с релизом Клеопатры мы смогли увидеть настоящий феномен. Сервера перед Клеопатрой, один имел очередь примерно 5 человек, а второй имел 0 человек. А Клеопатра получила очередь 8 тысяч человек, потому что туда пошли заранее организованные сообщества, гильдии и игроки, которые принципиально хотели врываться именно на последний сервер. В результате чего мы получили действительно феноменальную ситуацию, когда предпоследний и предпредпоследний сервера не имеют флоу-онлайна, а последний сервер забит до краев. В конечном счете сложилась довольно любопытная ситуация. Дело в том, что Амазон только в европейском регионе открыли в сумме 17 игровых серверов. Это 17 фрешей, на которых игроки начали свой прогресс с нуля, на которые нельзя перенести своего персонажа со старых игровых миров, и на которых можно начать только с полного нуля. При этом в европейском регионе существует 16 старых игровых миров. Таким образом, мы имеем действительно феноменальную ситуацию в своем распоряжении. По сути своей, в New World сейчас новых серверов больше, чем старых, потому что игроков, желающих попробовать новые сервера на вкус, больше, чем людей на старых игровых мирах. И даже скажу больше. Существует еще один стримерский сервер, который как раз выделен блогерам для того, чтобы они его развивали и проводили на нем свой ивент. И таким образом, можно сказать, что у нас открыто 18 фрешей и 16 старых серверов. При этом, справедливости ради, стоит отметить, что не все сервера чувствуют себя одинаково хорошо. Как и в случае со старыми серверами, есть миры, которые уже довольно сильно просели. Речь идет примерно про тысячу онлайна, что, как вы понимаете, не очень много. Часть людей ушло с поздно созданных игровых миров на те, которые были им интересны, после того, как там появилась возможность создавать персонажей. Ах да, кстати, об этом мы этот момент совсем упустили. Дело в том, что на текущий момент большинство популярных новых серверов закрыто для создания персонажей. И суть заключается в том, что Amazon придумали новый, я бы так сказал, новаторский, но не очень умный инструмент, который блокирует возможность создавать персонажей на, собственно говоря, некоторых серверах автоматически. Как это устроено? Вот, предположим, вы посмотрели этот ролик и подумали, блин, какая хорошая идея пойти поиграть на Gawain. Там играет русскоязычная комьюнити, сам Чих там играет, можно будет погонгать его в открытом мире, он ведь всегда бегает в ПОП-режиме. Пойду-ка я создам там персонажа. Я до этого сидел на скучном МХТ, и это хороший шанс поменять игровой мир и почувствовать себя, как говорится, в потоке. Заходите такие после работы, попивая параллельный чаек в свою комнату, садитесь за компьютер, загружаете New World, нажимаете на Gawain, а вам пишет, создание персонажа недоступно. И вот что дело с такой ситуацией. А суть в том, что у Amazon есть очень любопытный инструмент, который ограничивает создание персонажей. И этот инструмент они нам как раз продемонстрировали в полноценной своей работе на запуске фрешей. Дело в том, что этот инструмент включается автоматически, как только на сервере появляется очередь свыше 50 человек. В этот момент создание новых героев отключается, и вы создать их не можете. Именно из-за этого создать персонажей на Gawain в прайм-тайм невозможно. Однако это не отменяет того, что игроки с менее популярных игровых миров смогли уже перекочевать на более крупные. Как они это делают? Ответ кроется в самой работоспособности этой механики. Они просто заходят рано утром, когда сервер не в прайм-тайме, или заходят поздно вечером, когда все идут спать и создают героя. Как вы поняли, создать его не составляет абсолютно никакого труда, если на сервере нет очереди. Скажу даже больше. После этого в целом играть довольно комфортно, потому что подавляющее количество игровых миров на текущий момент имеет в прайм-тайм очередь примерно в 200-300 человек. Для простой калькуляции это примерно 10-15 минут ожидания. Где-то вот плюс-минус вот так. Исключением является Апофис, который сейчас активно пампят в западном сегменте. Там приходится ждать иногда даже по полтора часа, потому что очереди там доходят до 1000 человек. Но глобально 200-300 человек, 10-15 минут, все довольно быстро пролетает, можно без проблем играть. Таким образом люди и перекачивают смене населенных серверов. Соответственно, логично предположить, что в обозримом будущем, вероятнее всего, я думаю, в ближайшие 2-3 недели, мы увидим слияние игровых миров. Да, если вы думали, что его не будет, оно будет, потому что Амазон уже давно отказались от идеи плодить много пустых серверов, и они всеми силами поддерживают идею максимально плотно забитых миров. На текущий момент уже есть сервера, которые претендуют на титул пустеющих, и вероятнее всего, через недели 2-3 они опустеют окончательно, а значит их можно будет слить с остальными, дабы люди туда просто не заходили. К таковым, например, можно отнести европейский NKID и Yermungard. Оба этих сервера имеют в выходной день онлайн около 800 человек, что превращает их в будни и в сервера с онлайном около 200, может быть, 300 человек, что, как вы понимаете, не очень много. И весьма вероятно, что как раз они будут первыми слиты с какими-то более крупными игровыми мирами, на которые, кстати, претендуют Illium и Ultra, которые на текущий момент не имеют фоллового онлайна, но могут порадовать вас примерно полутора тысячи игроков. В целом, весьма вероятно, что уже к концу ноября, или даже, может быть, декабря месяца, мы увидим уменьшение фреш серверов примерно в половину. Не потому, что игра плохая, а просто потому, что игроки всеми силами стараются выбраться на основные сервера, на которые не было возможности зайти в день релиза. И они делают это очень медленно и постепенно, по ходу получения информации и по ходу появления у них такой возможности. Кроме этого, такое большое количество фреш серверов в целом на данный момент не нужно. Игра неплохо хайпанула, она неплохо запустилась, неплохо релизнулась, а значит, можно уже спокойно говорить о том, что на текущий момент можно перетаскиваться на более крупные сервера, или как-то объединять уже имеющиеся. Возвращаясь же к самому запуску серверов, стоит также заметить, что в целом релиз у Amazon прошел гораздо более гладко, чем это было в 2021 году, потому что в этот раз команда явно сделала выводы о происходящем, сервера развертывались максимально быстро, что вы уже, наверное, поняли. Очереди были и были очень серьезными, но опять-таки это было сделано умышленно, потому что разработчики, во-первых, сами хотели сгенерировать такую ситуацию, потому что это гораздо лучше, чем читать в СМИ потом о том, как они выпустили 50 полумертвых серверов. Кроме этого, избежать очередей было физически невозможно, потому что значительная часть сообщества так или иначе объединяется вокруг блогеров, и, соответственно, некоторые миры оказываются более заполненными, чем другие, что мы и смогли увидеть на изначальной четверке серверов. Это Artemis, Gawain, Apophis и Клеопатра. Эти четыре игровых мира оказались гораздо более населенными, чем все остальные. Тем не менее, на текущий момент люди продолжают приходить в New World, во всяком случае, я получаю огромное количество сообщений от игроков о том, как купить игру, на какой сервер врываться, и подобного внимания к продукту я не видел, наверное, с самого запуска New World в 2021 году, интерес определенно есть. Это не может не радовать. Вместе с этим стоит упомянуть про несколько цифр, которые, возможно, плюс-минус обрисуют вам ситуацию вокруг непосредственно самого New World. На текущий момент можно с уверенностью говорить, что в рамках Twitch'а New World определенно популярен. На текущий момент на Twitch'е игра удерживает стабильные 100-120 тысяч зрителей, что в целом не очень плохо, и примерно в 3-4 раза больше, чем у World of Warcraft, если мы сравниваем с ним, или примерно в 120 тысяч раз больше, если мы сравниваем с Final Fantasy XIV. Интерес, безусловно, искусственный, потому что игру транслируют огромное количество титанов и мегагигантов Twitch'а, а поэтому, разумеется, зрителей будет больше, впоследствии цифра, скорее всего, упадет тысяч до 20-30, но это явно уже меньшее уныние, чем то, что было, собственно говоря, год назад или полгода назад, когда New World начал потихоньку скатываться. Неплохие показатели у New World и по онлайну. К сожалению, не помню точного пикового онлайна в самой игре в день релиза, но цифра около 120 тысяч была действительно. Планка в 100 тысяч была пробита, напомню, что до релиза фрешей пиковая цифра составляла 79 тысяч. То есть New World, грубо говоря, приобрел еще примерно 21-22 тысячи онлайна стабильные, в пике примерно 40 тысяч онлайна. Это довольно неплохой прирост, особенно если учесть, что на New World в данный момент в Стиме действует скидка в 50%, и поэтому его довольно активно в данный момент приобретают различные игроки, таким образом приходя в игру. Можно ли говорить о том, что у New World все будет хорошо, пока сказать тяжело, но интерес явно растет, и если судить, допустим, по отзывам в том же Steam, а в Steam сейчас много отзывов, можно сказать, что в целом новый обновленный New World игрокам сильно заходит. И, как мне кажется, это практически непоколебимый факт. Безусловно, если вы откроете русскоязычные отзывы, там будет примерно 19% положительных отзывов, потому что остальные 81% сводятся к тому, что игру нельзя купить в русскоязычном сегменте, просто так нажав одну кнопку, или потому что в игре нет русского языка. Но если взглянуть на общемировую статистику, то это приблизительно 85% положительных отзывов за прошедшие 3 месяца. Статистика продолжает улучшаться, а значит игрокам в целом заходит. Схожие положительные отзывы я слышу также в своем Дискорде, а также в некоторых Дискордах по Нью Ворлду, где игроки довольно активно делятся своими впечатлениями, и на текущий момент можно сказать, что людям в целом нравится. Да, есть некоторые недостатки и шероховатости, которые мы обсудим в будущих проектах, но запуск всех безусловно сильно удивил. Особенно сильно он удивил меня, если брать в расчет онлайн на Твиче, и брать расчет онлайн в Стиме, и, собственно говоря, на самих серверах Нью Ворлда. Люди есть, они играют, они приходят, постепенно рост наблюдается, и в целом это неплохо. На данный момент средний онлайн по Нью Ворлду примерно 100 тысяч вне зависимости от времени суток, плюс-минус десятка, и это, как мне кажется, это отличные показатели для игры годовой давности, которая сейчас фактически сделала такой гигантский шаг вперед, выпустив огромное количество контента, и, наконец-таки, выпустив фреш сервера, которые должны были привлечь значительное количество игроков, что в целом глобально у них и получилось. На Сим, как мне кажется, сей замечательный подкаст можно заканчивать, только предварительно я напомню вам одну очень важную вещь. Дело в том, что многие из вас, уважаемые зрители, смотрят меня на постоянной основе на YouTube, и, вероятнее всего, когда-то смотрели еще и мои прямые трансляции по Нью Ворлд. Так вот, информирую вас о том, что эти самые прямые трансляции вернулись в наш рацион. По ссылке в описании вы можете заглянуть на мой Twitch-канал. Трансляции проходят каждый день с 10 утра и до позднего вечера. Так что я буду рад вас видеть, обязательно заглядывайте, поиграем в прямом эфире, походим в подземелье, заглянем на поля боя, и, конечно же, погорим на аренах. И вот на этом сей замечательный подкаст уже можно однозначно заканчивать. Если он вам понравился, обязательно поставьте ему лайк. Кроме этого, напишите в комментариях, как вам запуск, понравилось ли, не понравилось ли, довольны, недовольны, делитесь вашими впечатлениями, очень интересно будет послушать ваш личный фидбэк. И, конечно же, не забывайте нажимать на подписку, потому что только твоя подписка, уважаемые зрители, мотивирует меня выпускать от 5 до 6 роликов, т.е. подкастов в неделю. А это, между прочим, очень большой труд. Заранее спасибо вам, уважаемые зрители, за проявленную активность, и до очень скорой встречи.